Доброе утро. Изменения вступят в силу с 1 апреля, но Евпатория это не единственный город, где ведут дифференцированные тарифы. Об этом мы поговорим с директором Евпаторийского филиала Вода Крыма Андреем Кузнецовым. Андрей Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. В чем суть этих изменений? И Евпатория это ведь не единственный город, где ведут такие? Нет, дело в том, что дифференцированный тариф уже применялся с прошлого года в качестве эксперимента в городе Судак. С этого года, с 2020 года, с 1 апреля по 30 сентября дифференцированный тариф вводится еще в пяти городах курортных Крыма. Это Алушта, Евпатория, Саки, Феодосия и Керчь. То есть все приморские города вводятся в этот тариф с 1 по 30 сентября. Касается это только городского округа? Ну, именно там, где предоставляются услуги ГУПРК «Вода Крыма». А что касается дифференцированных тарифов, они затронут только водоснабжение или водоотведение тоже? Нет, это касается только водоснабжения. Причем касается дифференцированных тариф и оплата за потребленную воду была справедлива для всех жителей муниципальных округов, где это водится. Потому что за прошлый год, только по их Паттории, больше 100 мини-гостиниц мы перевели в юридическую плоскость, а до этого, пользуясь тем, что у них дома зарегистрированы как частное домовладение, они использовали в коммерческих целях воду по тарифу как для населения. Поэтому для того, чтобы ввести справедливую оплату, вводится дифференцированный тариф. Непосредственно это коснется мини-гостиниц, а еще кого? Это коснется всех, кто, скажем так, использует наш ресурс в коммерческих целях, прикрываясь, опять же, частными домовладениями. Есть, конечно, такая ситуация, как квартира сдача. Допустим, вчера был у меня вопрос, что человек приходит и говорит, у меня две квартиры, я одну сдаю летом, а в другую переезжаю жить, как мне быть? Естественно, там, где у него прописаны зарегистрированные люди, будет рассчитываться и от количества зарегистрированных людей. Ну а там, где расход воды будет увеличен, естественно, уже будет применяться дифференцированный тариф. Дело в том, что это не нововведение, такими же дифференцированными тарифами пользуются Крымэнерго, Крымгаз и другие организации. Ну а простым жителям, которые не сдают квартиры, они могут на этом сэкономить, например, и что им сделать, чтобы избежать некорректных начислений? Ну, в любом случае, нам до 1 апреля надо свериться в нашем филиале по количеству зарегистрированных, а также передать последние показания счетчика. Потому что в соответствии с показаниями счетчиками будет рассчитываться и оплата. Для обычного населения, простого населения, которое использует воду в личных целях, в принципе, до употребления до 5 кубов будет выгодно даже дешевле, чем тот тариф, который существует на сегодняшний день, 31 рубль 55 копеек за воду. Еще раз повторюсь, это касается только воды. К водоотведению, к услуге водоотведения это отношение не имеет. Ну а что касается поливов, то есть это тоже по счетчику все равно ведь идет тариф? Да, конечно. А как здесь будет решаться вопрос? Ну, дело в том, что как бы полив, он и есть полив, он и раньше существовал. То есть даже там люди, которые, допустим, у них нет счетчиков, они оплачивают по норме, начисляется норма водопотребления на человека, плюс еще шел полив. Поэтому как бы тут все взаимосвязано. И продлится до какого числа дифференциация тарифов? В этом году с 1 апреля по 30 сентября. Андрей Анатольевич, спасибо, что пришли в нашу студию сегодня. Коллеги, я передаю вам слово. Ну а у вас какие изменения произойдут этой весной? Антонина, сложно сказать какие, потому что их так много, что мы уже запутались. Ну конечно, самое главное изменение, которое касается не только нас, но и вас, и всей страны, это внесение изменений в Конституцию. Поэтому мы с нетерпением ждем голосования 22 апреля, напоминаю. Тоня, вам большое спасибо за ваш рассказ. Желаем вам отличного настроения и только добрых вестей. Напоминаем, на связи была Евпатория и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Антонина Бугреева.